В 1997 году вышел фантастический фильм «Звёздный десант». Он был снят режиссёром Полом Верховеном по мотивам одноимённого романа Роберта Хайнлайна, который был напечатан в 1959 году. В главных ролях снялись Каспер Ван Дин и Денис Ричардс. Бюджет фильма составил 105 миллионов долларов, а кассовые сборы в мире – 121 миллион долларов. Причём в Америке фильм провалился в прокате, когда у нас его восприняли намного лучше. На главные роли пригласили ещё тогда не сильно известных актёров. Фильм описывает космическую войну землян с насекомоподобными инопланетянами – арахнидами. В своём комментарии для фильма Верховен объясняет, что послание фильма – это игра с фашизмом или фашистскими образами, указывающая на некоторые аспекты американского общества. Каспер Ван Дин исполнил одну из самых главных ролей в фильме – роль Джонни Рика. В одном интервью он говорил, что для этой роли очень много тренировался и в итоге нарастил 2,5 килограмма мышечной массы и потерял 9 сантиметров талии. Звёздный десант оказался для него прорывом и предоставил ему ведущие роли в таких фильмах, как «Тарзан» и «Затерянный город» и «Нашумевший сонная лощина». Позже он снялся в YouTube сериале «Мортал комбат наследие», появился в «Алите боевой ангел» и у него были приглашённые роли в «Гавайях 5.0» и «Мошенники». Роль «Лядовой Флорис» исполнила Дина Мэйер. Что интересно, она могла получить роль возлюбленной Рика, которую исполнила Денис Ричардс. Но она сама предпочла роль Дизи, для неё эта роль была гораздо ближе. Сейчас на счету красавицы уже 55 сыгранных ролей в фильмах и сериалах. Она хорошо запомнилась в таких проектах, как «Пила», «Пиранье 3D», «Стартрек» и «Джонни Мнемоник». Быстро, вслед за ростом популярности, последовал и её спад. Сейчас она снимается в основном в малоизвестных фильмах, и о личной жизни актрисы известно немного. Денис Ричардс сыграла лейтенанта Кармены Баньис. Она не была особенно известна до своей роли. В начале своей карьеры она была фотомоделью и снялась в ряде небольших фильмов, прежде чем добиться успеха в качестве приглашённой звезды, в таких шоу, как «Спасённые звонком», «Замужем» и «Беверли Хиллз» 90210. Её роль в сериале «Сайнфилд» была особенно примечательна. «Звёздный десант» стал её прорывом и принёс ей роль рядом с Кирстен Данст в культовом фильме «Потрясающе красивая». Она быстро стала известной после того, как была включена в список 50 самых сексуальных женщин, по версии журнала Максим в 1999 году. Это было связано с её ролью доктора Кристмаса Джонса в фильме «Лисица Бонда» из сериала «Мира недостаточно». Вскоре она получила незабываемую гостевую роль в популярном сериале «Друзья» в роли кузины Росса и Моники. После замужества с Чарли Шином Денис Ричардс снялась в собственном реалити-шоу «Денис Ричардс. Это сложно», которое выходило с 2008 по 2009 год. В 2010 году Ричардс присоединилась к актёрскому составу остросюжетной комедии «Штат Блу Маунтин» и появилась в сериалах «Браво» руководство по разводу подруг «Девственница Джейн». С 2019 по 2022 год она долгое время играла Шону в «Смелых и красивых». Джейк Бьюзи, сын Гэри Бьюзи, сыграл красноречивого солдата в «Звёздном десанте», хотя его самая заметная роль 1997 года была ВКонтакте. Он снялся в нескольких десятках фильмов и телешоу, получив запоминающуюся роль профессора Эйдена в «Секс-машины» Таннера из культового сериала «От заката до рассвета». Он появился в получившей признание критика в драме «Шоу Тайм» Рэй Донован в роли кислотного человека, причудливый Хулу и в третьем сезоне «Очень странных дел». У него также была роль в фильме 2018 года «Хищник». Нил Патрик Харрис сыграл полковника Карла Дженкинса. «Звёздный десант» дал серьёзный толчок в карьере Нила, до этого он не снимался в большом кино. Но главную славу принесло участие в сериале «Как я встретил вашу маму», который выходил с 2005 по 2014 год. Полнометражные фильмы появляются в фильмографии не очень часто, но Нил активно снимается в сериалах и занимается озвучиванием различных персонажей. Актёр является активным открытым геем с 2006 года. Актёр зарекомендовал себя как влиятельный человек в индустрии развлечений, благодаря своей работе и выступал в качестве телеведущего премии «Эмми», «Тони» и «Оскар». Майкл Айронсайт исполнил роль лейтенанта Жанна Рашека. Актёр в лучшие свои годы играл в основном отрицательных персонажей, несмотря на свои уже немолодые годы, он по-прежнему очень востребован и много снимается. На его счету уже 160 сыгранных ролей, стоит отметить, что в последние годы Майкл заметно поправился, ну и конечно же постарел, как и все обычные люди. Сейчас он женат на Карен Дин Видл, это его вторая жена, также у него две дочери от первого и второго брака. Клэнси Браун исполнил роль сержанта Зима в фильме «Звездный десант». После своей роли в этом фильме он добился наибольшего успеха в озвучивании. Он подарил свой голос таким персонажам, как мистер Крабс из «Губки Боба», «Квадратные штаны» и различным персонажам из «Звездных войн», «Войны клонов», «Черепашек-ниндза», «Мстителей сборка», «Человек-паук» и многих других. Браун также озвучил рогатого Суртура в «Тор», «Рагнарёк» 2017 года, а также сыграл роли в прямом эфире в «Да здравствует Цезарь» 2016 года, «Баллада о Бастерис Краксе» 2018 года, «Многообещающая молодая женщина» 2020 года и «Джон Уикк 4». Патрик Малдун исполнил роль Зандера Баркалоу. После первых ролей в «Спасённых колоколом» и более чем в сериях «Дней нашей жизни» сыграл роль Ричарда Харта в «Мелрус Плейс», прежде чем получил роль в «Звёздном десанте». С тех пор он часто снимался в кино и в частности он повторил свою роль Остина Рида в «Днях» в 2011 году. Он также взял на себя роль продюсера таких фильмов, как «Арканзас», «Счётчик карт» и «Марлоу». Сет Гиллиам исполнил роль Шугара Уоткинса. Карьера Сета Гиллиама пошла в гору в 90-х, когда он сыграл Аарона Декстера, парня Эрики Александр, в седьмом сезоне шоу «Косби». С тех пор актёр получил приглашённые роли в ряде шоу. Позже Гиллиам добился успеха в двух чрезвычайно популярных шоу, сыграв отца Габриэля Стокса в «Ходячих мертвецах» и доктора Дитона в «Волчонке-подростке», повторив свою последнюю роль в 2023 году в «Волчонке» фильм.